Если вы могли заметить, по тому же приложению ВКонтакте, в правой нижней четверти нет ни одного реального политика, только писатели, философы, экономисты. Здесь, по сути, собраны люди, которые верят в совмещение неограниченной свободы и неограниченного рынка, а не политики, в чьих руках была реальная власть. И уж тем более не было обществ, которые могли успешно существовать в этом политическом квадрате. Этого квадрата не существует в реальности. Это квадрат мечтаний и фантазий. В реальности же, при отсутствии государства, законы будут устанавливать самые крупные и мощные охранные частные компании. Кто больше платит, тот и прав. Поэтому анархокапитализм на практике обернется не абсолютной свободой, а тотальной диктатурой богатых над бедными. Поэтому нам, по сути, нужно симметрично отразить мыслителей из правого нижнего квадрата на верхний. Это и будет практическое положение вещей при реализации их программы. Есть интересные моменты и в левом верхнем квадрате. Этот квадрат реально существует на практике. На территории этого квадрата, к примеру, существовал сталинский и более поздний СССР. Но авторитарные левые режимы недолговечны. Невозможно долго совмещать авторитарную форму правления и распределения материальных благ в пользу народа. Если народ не контролирует власть, то власть с течением времени неизбежно деградирует, перерождается в теневых капиталистов, что, собственно, и произошло в СССР, что сейчас и происходит в Китае. По сути, степень политического участия населения прямо связана с экономической и социальной справедливостью. Чем больше у народа реальных рычагов управления, тем справедливее будет распределение материальных ценностей в обществе. И чем больше в обществе миллионеров, тем меньше власти будет у простого народа. В действительности, только два этих квадрата рождают устойчивые общества. Сейчас все государства так или иначе находятся вот в этой четверти. А устойчивое общество будущего, полное гуманизма, реальных равных возможностей для всех, мы можем построить только вот здесь.